МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самое время для местных новостей в студии. Каролина Стрельцова, здравствуйте. Накануне Международного дня семьи многодетные донские семьи получили ключи от автомобилей. В Новошахтинске счастливыми обладателями микроавтобуса стали родители, воспитывающие девятерых детей. В семье Пономаренко девять детей. Четыре девочки и пять мальчиков. Младшие Прохор, Александра, Ольга и Олег – еще дошкольники. Зато старшие Аксинья, Тихон, Феофан, Таисия и Игнат успешно учатся, занимаются спортом, увлекаются рисованием, шахматами, прикладным творчеством. В своих портфолио у них немало заслуженных наград, дипломов, почетных грамот и сертификатов. Ключи от 13-местного микроавтобуса многодетной маме вручили заместитель главы администрации города Елена Туркатова и начальник управления социальной защиты населения Татьяна Нищепуренко. Волшебные ключи – подарок от губернатора вашей семье. Ура! Ура! И мамочки цветы. Лучшие мамочки, да? Да! Семей многодетных много и в области, и в городе Новошахтинске. И нужно сказать, что вот в настоящий момент Министерством труда и социального развития Ростовской области приобретено 35 автомобилей для вручения их нашим многодетным семьям Ростовской области. В прошлом году семья и именно Надежда Петровна была награждена почетным дипломом губернатора Ростовской области за достойное воспитание детей. Достойный пример – подражание для наших мам, родителей. Очень приятно, очень рады, благодарны. Ну и дай Бог здоровья всем жителям нашего города и нашей администрации. В общем, всем поклон. Несмотря на защитные маски, счастливые глаза скрыть не удалось. Ведь все дети мечтали о том, как большой семье отправиться в путешествие. В прошлом году мы ездили в Крым и не поместились в нашей машине. Вот она у нас семья местная. А теперь вот думаем, что всей семьей поместимся. Большая семья Пономаренко быстро заполнила салон новенькой машины и совершила свою первую поездку. Оксана Полникова, Петр Светличный, телекомпания «Несвятая» специально для программы «Время местное». А в Донецке многодетные и малоимущие семьи получили продуктовые наборы. Подробности у Алексея Масленникова. В условиях сложившейся эпидемиологической ситуации и самоизоляции многие жители Донецка столкнулись с определенными трудностями. Кто-то остался без работы, у кого-то и до этого периода было сложное финансовое положение. К таким категориям, как правило, относятся нуждающиеся многодетные и малоимущие семьи. Чтобы поддержать таких дончан, руководство предприятия «Экостройдон» инициировало благотворительную акцию, собрав 30 продуктовых наборов. Эти наборы были доставлены по адресам. В развозке участвовали представители администрации, волонтеры социальных служб, представители предприятия «Экостройдон», преподаватели образовательных учреждений города. Вот к таким добрым делам подключилась у нас организация «Экостройдон», которые вышли по собственной инициативе на наш волонтерский штаб. Пришли к выводу, что много за последнее время в наш адрес поступало звонков, людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Это именно многодетные и малоимущие семьи. И было принято решение направить 30 продуктовых наборов именно для этих семей. В эту категорию вошли эти люди, которые сегодня оставились без дохода, официально не работающие люди, люди, которые состоят у нас в банке семей, находящихся в социально опасном положении. Многие из этих семей нам давно знакомы, мы работаем с этими семьями. И у нас появилась возможность с помощью благотворителей в лице «Экостройдона» оказать помощь нашим нуждающимся семьям. В набор входили продукты питания – масло растительное, сахар, гречка, макароны, изделия, горох, консервы, сгущенка, вафли и печенье. Пусть в этой благотворительной акции не уделили внимания всем нуждающимся дончанам, но хотя бы 30 семей получили неожиданную и безвозмездную помощь, которая станет неплохим подспорьем на какое-то время. Алексей Масленников специально для программы «Время местное». Комната, в которой живет наша память. Пять лет назад в Матвеево-Курганском районе открылся музей комнаты боевой славы «Миусский рубеж». 7 мая в 2015 году, накануне праздника 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в Ряженском сельском поселении состоялось значимое событие – открытие комнаты музея боевой славы «Миусский рубеж». Идея создания музея, она появилась, конечно же, много лет назад в силу того, что много лет увлекался историей Второй мировой войны. И с детства, конечно же, это много рассказов о войне моего дедушки и дяди, который в годы войны был, ну так сказать, ребенком войны. И помнит, будучи подростком военные годы, много от него слышал. Музей «Миусский рубеж» – это частичка памяти о тех годах, когда решалась судьба нашей страны, о людях, которые приближали великую победу и возможность прикоснуться частичкой своей души к тем великим событиям. Сердцем прочувствовать горечь потери, боль утраты. Выставка организована таким образом, что повторяет события в те страшные годы, и посетитель, двигаясь по часовой стрелке, постепенно изучает шаг за шагом историю рубежей на Миусе, рассматривая археологические находки, которые были найдены на Миусской земле. Наша комната, она, ну нельзя, наверное, говорить, стала как-то популярной, но тем не менее, к нам стали поступать звонки, чтобы приехать, посмотреть экспозицию. Это студенты из города Ростова-на-Дону, это студенты из города Таганрог. То есть, совет ветеранов города Ростова-на-Дону тоже к нам приезжали, тоже нас посещали. То есть, все, что делается, я теперь это чувствую, что это не зря, что это необходимо, что нужно развиваться в этом направлении. Что планируем дальнейшее сотрудничество с общеобразовательными учреждениями, и, конечно же, будем стараться насытить комнату нашу экспонатами, чтобы было интересно и в дальнейшем. Андрей Лунев, Александр Гайко, специально для программы «Время местное». И о солдатах дней сегодняшних. В этом году призывная комиссия по понятным причинам начала работать почти с полуторамесячной задержкой. Как идет прием новобранцев, видели наши коллеги из Сальска. 36,7. При входе у призывника проверяют температуру, опрашивают, покидал ли он в период пандемии регион, страну. Если нет, его пропустят. Если выезжал и не соблюдал режим самоизоляции, сообщат в оперативный штаб, чтобы поставили на учет. Они уже будут принимать меры, чтобы определить его или на карантин, либо обследовать на наличие коронавируса. Все 20 парней, которых позвали в первый день призыва, прошли санитарный контроль. В актовом зале их проинструктировали по коронавирусу и отправили на медкомиссию. 8 врачей их осмотрят, дадут заключение. Пройдут юноши и профессионально-психологическое тестирование. Алексею 20, первокурсник московского УЗА, готов послужить Родине. Пока что еще не сказали, какие войска, но надеюсь, в хорошие войска попадут. В условиях карантина воинские части за пределы Ростовской области новобранцев вряд ли отправят. Основная масса в Южный военный округ, с учетом минимальных передвижений, естественно, по стране. 164 сальских парня по разнарядке областного комиссариата в эту весеннюю кампанию станут под ружью. Призыв продлится до 15 июля. Галина Соколова, Артем Мирошников, специально для программы «Время местное». Спорт жив и будет жить назло всем вирусам. Второй месяц воспитанники сальской детско-юношеской спортивной школы тренируются дистанционно. Умение ждать – это тоже дистанция, ведущая к победам. К закаленным спортам вирус не пристанет. Чтобы футболисты за время карантина не превратились в Буратино, тренер Олег Мороз записывает видеоуроки и отправляет их ученикам через мессенджеры в группы. В помощниках 13-летний сын Клим, игрок команды Нью-Суша. Занятия объединяет 60 учеников. Еженедельно они отчитываются о проделанной работе. Самое сложное – их немножко остановить. Потому что бывает не столько присылают. Надеемся, может быть, летом уже нас в конце концов выпустят. Потому что у нас в этом году все так хорошо пошло. Турниров было много. Удачным этот сезон выдался и для дзудаистов. Воспитанники Владислава Попова, а их у него 45, заработали немало наград на соревнованиях разного уровня. В период самоизоляции уголки квартир служат местом для тренировок. Удохновляет наставник. И в сложный период борцы должны поддерживать форму. Для более старших групп лиц, да, у нас получается, там более силовые упражнения идут. Для более младших спортсменов, как бы, скоростно-силовые, менее-меньше силы, больше упражнений на скорость, на координацию, на гибкость. Сегодня в учебном плане рукопашников отработка боковых, прямых и нижних ударов руками. Все как в боксе. Если нет мешков, подойдет и угол дома. Выносим боковой удар и возвращаем ручку на место. Точно так делаем. Отводим левое плечо назад, пробиваем боковой удар и возвращаем ручку. Теперь бьем двоечку. Правый, левый. Левый, правый. Опытный наставник учел все варианты. Для тренировок многоэтажки послужит истина квартиры. Чтобы не раздражать соседей, упражнения можно выполнить с гантелями. Задания 70 борцов получают на неделю. В виде отчетов Зайцев не требует, родители проявляют инициативу. Ну, я не знаю, сколько конкретно повторяет то, что я делаю, но по отзывам родителей дети скучают, сами лупят мешки, даже не ждут, когда кто-то что-то сделает. Кто хотел заниматься, он не бросил самоизоляцией заниматься. Галина Соколова, Артем Мирошников. Специально для программы «Время местное». Кенгуренок, Альбинос и другие обитатели. Как живет сегодня Красносулинский парк «Малинки»? Проверила Екатерина Дорошева. Парк «Малинки» – это то самое место, куда приезжают жители всей Ростовской области. И не только, чтобы насладиться потрясающими пейзажами, а чтобы познакомиться с его необычными обитателями. Животных в парке более 2,5 тысяч. С введением вынужденного режима самоизоляции «Малинки» остались без посетителей и, следовательно, без дополнительного финансирования. Конечно, сложно, но наш парк – это, в принципе, социальное учреждение, которое не приносит прибыли, оно в любом случае поддерживается нашими инвесторами. Мы ждали весеннего периода, ждали весны, ждали гостей, потому что, пусть это не окупает парк 100%, входная плата, но она всё-таки поддерживает парк и помогает нашим инвесторам. Отсутствие гостей повлияло не только на финансовое состояние парка, но и на внутреннюю атмосферу, ведь его работа направлена на то, чтобы удивлять приезжих. Несмотря на то, что в данный момент двери парка закрыты, «Малинки» предлагает всем желающим приобрести билет с открытой датой. Дорога в «Малинки» из Красного Сулина составляет примерно 30 километров, но преодолев их, вы окажетесь в царстве экзотических птиц и животных. В семье кенгуру произошло радостное событие. На свет появился необычный малыш, которого уже могли увидеть в социальных сетях подписчики малинок. «Рождение кенгуру для нас – это большое событие, поскольку у нас уже три года жили кенгуру в коллекции, но детёныши ещё ни разу не появлялись. Закралось подозрение, что детёныш какой-то необычный. И да, действительно, он родился абсолютно белым, он родился альбиносом. В общем-то, для нас это большое событие». Кенгурёнок необычного цвета должен привлечь огромное внимание посетителей. После окончания карантина каждый сможет посмотреть на маленькое чудо. Конечно, ехать туда стоит не только ради этого. Каждый из обитателей способен подарить невероятное количество эмоций. Екатерина Дорошева, Николай Панарин, Дмитрий Соболев. Специально для программы «Время местное». На сегодня это всё. Мы желаем вам только хороших новостей, о которых с удовольствием расскажем в нашей следующей программе. Берегите себя и своих близких. Встретимся во вторник на этом же месте в это же время. Время местное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова